Люди переживали, когда вопрос стоял о переносе помещения. Нервничали, спрашивали, что ФАП будет ли закрываться. Ну вот, в этих условиях намного лучше работать. Фельдшером у новоселковским ФАПе працует Нина Каштальянова, медик с великим опытом и стажем более за 40 лет. Теперь Нина Константиновна принимает людей в обновленном ФАПе. Что дня приходит 7-8 пациентов, плюс выклики додумы. Увыголи отрымливается полтора десятка человек. С холодными восенскими днями пошла хваля простуду и допомога медиков для селян побольше. Вот у нас раньше ФАП был в школе, сейчас перенесли сюда, и мы очень довольны. Не только мы довольны, вся наша деревня. Так здорово, что все медицинские установы местятся от новоселок не близко, и добираться туда не вельми сручно. Однако теперь после ремонта новоселковский ФАП готовы отказать на усилы к реке часу. Новоселоковский ФАП, здравствуйте. Допомога, наэперш, потребна со старылым людям, а их у окрузе – полова. Ну, конечно, у нас уже население люди пожилого возраста. Все хотят, чтобы помогали им, помощь была. Приходят и за таблетками, и бабушки, и дедушки. Так отрымливается, что старые и малые, ахоловные пациенты ФАПу. Уси звертаются до фельдшерки по допомогу и парады. Дети с простудными заболеваниями, а пожилые картошку выкопали, радикулиты обостерились, артрозы. В Белынинском районе 11 ФАПу и 5 амбулаторы. Новоселковский ФАП обслуговывает 350 человек с 9 новокольных вёсок. Люди нуждаются в помощи постоянно. Даже не только в помощи, но и в советах. Потому что пожилое население, им нужно внимание. К сожалению, дети находятся далеко. И первый помощник, и первый советчик – это фельдшер на селе. Илона Иванова, Александр Тарасов, Новинргийон.